Нормально! Я прошу уже второй год, чтобы этот перекресток сделали бесполезно. Таких участков с неудобными съездами к дорогам в городе предостаточно, считают барнаульцы. Один из них вблизи проспекта строителей. Год назад здесь обновили тротуар, поменяли покрытие, установили ограждение и посеяли газон. Но плоды благоустройства вызвали целый шквал возмущений в социальных сетях. У меня велосипед, и я хочу там ездить как раньше, удобно. Дорожка шла вдоль трамвая, пока ее не засыпали грунтом под парковку. Да в Барнауле не только дорожки по-дурацки сделаны. Здесь много мест, на которые смотришь и задумываешься об образовании и адекватности архитектора. Про инвалидов и ветеранов вообще забыли. У меня вопрос. Есть же в Барнауле архитектор. Какое у него образование? Опыт? Как его на работу взяли? Мы задались вопросом, кто отвечает за такие участки и кто принимает их после такого благоустройства. Оказывается, такие островки могут быть отремонтированы по разным программам. Комфортная среда, доступная, барьерная и другие. Разными ведомствами. Все зависит от того, придорожная это территория, внутридворовая или все-таки железнодорожный переезд. Часто происходит нарезка на кусочки, а комплексного благоустройства нет. Примыкание – это вот всегда дилемма и проблематика. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, они обязаны обеспечить при новом строительстве, реконструкции условия доступности. Ну, у вас доступность на этом объекте, да? А дальше у них просто нет объема финансирования для того, чтобы это состыковать. Эксперты говорят, стыкуют, как получается. Не обращая внимания на то, могут ли по пограничным территориям ездить велосипеды, передвигаться колясочники и пожилые люди. Горожане возмущены. По их мнению, благоустройство ужасное. Многие участки нужно переделать. Давайте какой-нибудь, ну, дорожник, ну, который там работает, дорожный, который кладут эти асфальты, сядем, посадим его в коляску, и я посмотрю, как он проедет. Ну, пока меня игнорируют. Улучшит ли съезд к проезжей части на пересечении Балтийской Попова – неизвестно. Мэрия ответ не дает. А вот участок на строителей пообещали снова реконструировать. Правда, не в этом году. Мы обратимся в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспортной связи, с просьбой рассмотреть возможность реконструкции либо ремонта данного лестничного марша с устройством пандуса, а также устройство ограждения для предотвращения попадания людей ближе к трамвайным путям, для исключения несчастных случаев. К слову, год назад проект по обновлению этого объекта заказала районная администрация. Хочется надеяться, что, принимая вновь этот участок, городские чиновники отнесутся к его качеству работ более пристрастно и не будут руководствоваться островным принципом благоустройства. Пока он, к сожалению, не позволяет выехать даже за пределы двора. Никита Ермаков, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.